Приветствую народ Божий, церковь дорогая, братья и сестры, всем тем, кто меня знает. Приветствую вас с любовью Божией, любовью Господа, Иисуса Христа. Рад сегодня иметь общения и говорить о сегодняшнем времени, в котором мы проживаем. Вы знаете, Библия дает оценку и дает название этому времени. Она называет это время последним, последнее время, в которое мы живем. Книга пророка Сафонии говорит, с первой главы, седьмого стиха, она говорит, что ибо близок день Господень. Он говорит, очень близко, близок день Господень. Если смотреть 14 стих первой главы, он говорит, близок великий день Господа, близок, очень поспешает, уже слышен голос дня Господнего, горько воспьет тогда и самый храпрый. Он говорит, Сафония, уже слышен голос, горько воспьет тогда и самый храпрый, тот, кто еще не живет с Богом, тот, кто идет против Бога сегодня, горько воспьет, потому что этот день, Сафония его описывает, тоже страшный. Вы знаете, Новый Завет, Иисус ничего не скрыл от учеников об этом дне. Он им говорил, что этому дню будут определенные вещи, которые будут сопутствовать этому дню. И он говорил, 24 главы Матфея, он говорит ученикам и сказал им, 4 стих, в ответ, берегите, чтобы кто не прельстил вас. И дальше он приводит пример, то, что будет лжехристы и будут разные роды обмана. И он говорит, берегите, чтобы кто не прельстил. Вы знаете, в последнее время, если смотреть в сегодняшнее время, будет много обмана, будет много ложного учения, которые будут как бы вроде говорить об истине, но на самом деле не отводят от Христа. Будет много разных лжеучителей, которые будут обольщать людей и пытаться продать дешевое Евангелие, Евангелие благополучия, Евангелие радости, Евангелие угождение своей плоти. Но это не есть истина Евангелия. Будет очень много людей, которые будут обманывать, прикрываясь Богом, делая даже добрые дела, но на самом деле за этим нету Бога. Как важно сегодня быть внимательными к этому и внимательнее к своему сердцу, к своему разуму, чтобы не обольщиться. Если смотреть второе, он говорит, что будут этому предшествовать воины, глады, землетрясения. И Иисус говорит, ибо восстанет, но это еще не конец, он восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Иисус говорит, это не конец, это предшествует, это показатель тому, что близок день Господень, близок Господь. И третье, он говорит, что будет великая скорбь, великая скорбь. Одним словом, Иисус говорит, что мир, он не будет становиться лучше. Нам не смысл искать в этом мире какого-то утешения, добра, надежды, или утверждаться, или строить свое царство, свой дом, свое основание в этом мире. Оно все разрушится и сгорит, оно все готовится к тому дню Господню, которое описано в Библии. Но Христос сказал им очень важные вещи, он им привел хороший пример смокомницы, чтобы они понимали этому дню, то, что смокомница, прежде чем дает листья, она что-то с ней происходит. Также в этом мире, прежде чем придет сын, что-то будет происходить. Вот такие вещи он сказал, но он сказал им о времени этого дня. И очень важно сегодня не строить свою доктрину о времени, о времени и считывать время, дни, часы. Потому что мы не знаем, 36 стрих, он сказал, о дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, только отец мой один. И он говорит, ну как подняное от людей. Как важно сегодня понимать то, что о дне, а часе никто не знает, знает только отец. Но как важно, он приводит пример, дальше хороший, дни иное, когда люди не думали об этом времени, они не занимались своим мышлением, они жили своей жизнью, женились, работали, выходили замуж до того дня, как вошел мой ковчег. И не думали, пока не пришел потоп, не думали. Как важно сегодня думать и быть готовым размышлять о Боге, размышлять в своем сердце о пришествии, быть внимательным к этим обстоятельствам. И дальше он приводит пример, что делать ученикам, что им нужно было делать для того, чтобы быть готовыми. И он говорит, и так бодрствуйте, 42 стих, потому что не знаете, в который час господин ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому что, потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думайте, придет сын человеческий. Одним словом, Христос приводит пример на понятном языке, что нужно было делать ученикам, бодрствовать и быть готовым. То есть, он говорит, если придет вор, что ты будешь делать, дорогой друг? Он говорит, ты будешь естественно готовиться, делать все, чтобы вор не пришел, не подкопал, будешь обороняться. Так и в жизни, в духовной жизни с Богом тебе нужно быть готовым. Но что поможет тебе сегодня бодрствовать? И он приводит пример 45 стиха «Кто же верный и благоразумный раб?» Он дает характеристику человека, который бодрствует. Первый – это человек верный и благоразумный. Он поступает благоразумно. Что сегодня дает нам возможность поступать благоразумно? Он приводит пример раба, который господин сказал поступать так, 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 давать кушать вовремя. И одним словом, это пример для того, что Он нам помогает бодрствовать, это Его Слово, и поступать по Его Слову. Сегодня помогает бодрствовать нам это Слово Божие. Христос предупредил нам, чтобы мы были внимательны, чтобы мы бодрствовали, были готовы. Но что помогает бодрствовать – это исполнение Его Слова в нашей жизни. Пускай вас Бог благословит, дорогие братья и сестры, чтобы мы сегодня были внимательными в тому времени, в котором мы живем, и были готовы с сердцем, анализировав свое сердце, в каком оно находится положении и отношениях с Богом. И нам быть готовыми, нам поможет только Слово Его в исполнении Его заповеди в нашей жизни.